местное время в эфире телеканала актис здравствуйте в студии даниил недзельский и коротко о главных темах какова степень защиты школы при ангаре проверят на готовность к терактам с опережением сроков участок обездной дороги через усолия обещают сдать на год раньше и в память о муромских святых петре и февронии в ангарске 4 семьи получили медали за любовь и верность на при ангаре сегодня обрушила стихийное бедствие в регионе прошли ливни с грозами все это сопровождалось сильными порывами ветра коммунальная инфраструктура не справилась с объемом воды в ангарске оказались затопленными сразу несколько улиц движение было затруднено спасатели обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния не выходить на транспорте на водные объекты отказаться от рыбалки и отложить выход на туристические маршруты улучшение погоды прогнозируют уже к субботе продолжаем выпуск в иркутской области начались проверки школ на предмет антитеррористической защищенности учебные заведения инспектируют сотрудники росгвардии в состав комиссии вошли специалисты вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы они проверяют исправность камер видеонаблюдения сигнализации и тревожных кнопок накануне были проведены проверки в школах иркутского района нарушения самые разные нет охраны сигнализации то есть в ночное время охрана объекта не осуществляется только в актер находится также не установлена система управления контролем доступа нет металлоискателей частично нарушения исправить возможно что касается допустим той же самой тревожной кнопки этот вопрос легко решается но остальное только с финансированием министерства образования в иркутской области под частной охраной находится более 340 объектов сферы образования пока удалось проверить лишь пятую часть из них пенсионный фонд принимает заявление на получение новых пособий по указу президента новые выплаты будут предоставлять одному из родителей маме или папе при условии что он или она в одиночку воспитывает ребенка в возрасте от 8 до 16 лет это должен быть либо одинокий родитель либо в отношении ребенка должно быть принято судебное решение об установлении алиментов также и заявитель и ребенок должны являться гражданами российской федерации доход на каждого члена семьи не должен превышать 12 243 рубля включительно это прожиточный минимум установлены на территории нашего региона выплата составит 50 процентов это 6 тысяч триста семьдесят девять рублей 50 копеек заявление можно подать на госуслугах или в клиентской службе пенсионного фонда его рассмотрят в течение 30 рабочих дней отметим что с 1 июля все социальные пособия осуществляется только на карту мир право на выплату имеют и беременные женщины если встали на учет в срок до 12 недель важным условием также является доход на члена семьи при ангаре активно продвигается строительство 40 километров новой федеральной дороги она пройдет в объезд города у соли сибирская и позволит сэкономить до получаса проведенного в пути за последние годы это один из самых масштабных инфраструктурных проектов в регионе строительство объездной дороги кипит полным ходом продвигаются земляные работы а на части полотна уже уложили первый слой асфальтобетона техника есть люди есть кадровый состав полностью под собранный на мостах мы ведем полную работу даже с опережением графика поэтому немножко отстаём по асфальтобетонному покрытию но погода впереди вроде бы как не такая уж плохой прогноз поэтому надеемся что нам погода даст достроить нормальную дорогу работу в режиме 24 на 7 контролирует заказчик фк у продор при байкале вопрос решен по дополнительно финансирования на год 2021 выделено дополнительное финансирование в размере трех миллиардов рублей задача стоит сейчас перед подрядчиком своевременно и качественно выполнить этот объем работы над возможностью реализовать проект обхода у соли депутат госдумы сергей тен работал несколько лет понадобилось 11 лет такой системной последовательной работы совместно с правительством федеральным с министерством транспорта россии с федеральным дорожным агентством росавтодор для того чтобы в 2019 году здесь была начата стройка очень важная задача чтобы те предприятия малый бизнес придорожный сервис который работает на сегодняшний день и в тельме в том числе и в у соли сибирском чтобы сохранить эти предприятия сохранить эти рабочие места строительство проходит в рамках нацпроекта комплексный план модернизации расширения магистральной инфраструктуры участок станет продолжением обхода ангарска от реки китой до поселка мальта проектом предусмотрено пять мостов пять путепроводов и шесть транспортных развязок два надземных перехода и четыре автобусные остановки на всем протяжении магистрали установят барьерное ограждение новая дорога позволит в два раза увеличить пропускную способность более того строительство объекта идет сопережением сроков и планируется что движение по ней запустят на год раньше уже в 2023 году и на шавлюк местное время в россии сегодня теплый и трогательный праздник день семьи любви и верности отмечает память о муромских святых петрея февронии которые считаются покровителями брака связать себя священными узами именно в этот день решили 27 пар а самые умудренные семейным опытом люди поделились секретами многолетней любви павел и елена уже вместе почти 30 лет со дня свадьбы не расставались ни разу и до сих пор смотрят друг на друга с теплотой и любовью воспитали двоих детей сейчас радуются тому как растет их внучка супруги чтут традиции и считают что залогом крепкой семьи является терпение понимание и конечно же любовь семья это главное в семье семья это доверие это любовь понимать друг друга прощать каждый год 8 июля павел и елена приходят к памятнику петру и февронии муромским покровителям любви и семейного счастья ангарск стал одним из 20 городов россии в котором установлен монумент в честь этих святых и уже несколько лет является символом притяжения для всех любящих пар сегодня в россии пожалуй один из самых добрых праздников по всей стране его отмечают с 2008 года в православной традиции этот день памяти святых петра и февронии покровителей брака 8 июля в ангарске узами сочетались 27 пар ирина сергеева ирина шавлюк дарья воронина олег левченко местное время пронести любовь через года и сохранить былой блеск в глазах порой это кажется невозможным или чем-то сродни чуду однако жители ангарска доказывают что все это реально день главного семейного праздника четыре пары получили медали за любовь и верность они поделились секретами семейного счастья свою любовь александр и людмила городские пронесли через 50 лет совместной жизни как признаются юбиляры это были счастливые годы друг на друга они по-прежнему смотрят с блеском в глазах и искренней улыбкой и в шутку добавляют что каждое десятилетие влюбляются друг в друга с новой силой долго идет притирать а потом уже но после 25 лет уже проще но без любви никакого притирания не будет главное опять же вовсе любовь она всем опять я говорю правит в день семьи любви и верности пять пар наградили медалями за верность и любовь ее получают люди союзы которых отметили как минимум 25-летний юбилей совместной жизни но встречаются среди виновников торжества и рекордсмены например чита зеленцовых вместе 65 лет поздравить пары приехал лично глава округа сергей петров я от всей души поздравляю всех с этим праздником юбиляров и семилей вы достойные люди действительно живете достойно живете так что с вас надо брать пример и конечно вот те чувства та теплота любовь взаимная доверие которое лежит в основе таких теплых отношений это то что надо прививать несмотря на трудные времена в ангарске новые ячейки общества с начала года создали уже более 700 пар елена шелик дмитрий новопашин местное время оформить грядки поставить личный садоводческий рекорд и поделиться своими достижениями для самых активных садоводов телекомпания акти запустила новый летний проект блогер с грядки его первыми участниками стала семья александренко на даче они построили дом своими руками посадили дерево и растят двух очаровательных малышей всем привет какой сегодня солнечный классный денечек у меня наконец зацвели мои любимые цветы пионы посмотрите белые бордовые какой аромат екатерина рассказывает подписчикам о своем увлечении уже несколько лет девушка занимается садоводством результатами своих трудов обязательно делится в блоге в этом году на участке запланировано немало дел самый главный строитель стучит там по пламанам у нас сейчас постановка стропил на крышу погода дает позволяет солнышко дождя нет будем успевать вот здесь будет перекрытие стропила стоять и далее будем уже перекрывать все дальше обрешеткой и стелить кровлю участок садоводстве пара купила шесть лет назад за это время они самостоятельно построили дом завели очаровательного домашнего питомца и стали родителями двух малышей которых души не чают наша любимая ягодка жилой самая первая ягодка на нашем огороде на нашем участке есть такая так скажем у нас семейная реликвия прошлого года в прошлом году мы всей семьей посадили на нашем участке дуб и хотим чтобы он рос вместе с нашей семьей с нашими детьми и вот возможно из поколения в поколение так скажем передавался развивался рос вместе с нами участники проекта уже размещают первое видео где с гордостью делятся своими дачными успехами напомним принять участие в летнем конкурсе блогер с грядки могут садоводы из любой точки страны достаточно снять небольшое видео с рассказом о дачных успехах и выложить на свою страницу в инстаграм с отметкой актис тв и хэштегом блогер с грядки подробные условия смотрите в аккаунте телекомпании в инстаграм финалисты и победители получат ценные призы и подарки заявки принимаются до 25 августа и не забывайте голосовать за участников 10 лучших попадут в финал это были все новости на сегодня напоминаю картина дня доступна на нашем сайте его адрес актис tv.ru и на нашей странице в инстаграм а я с вами прощаюсь всего доброго увидимся на телеканале актис